Предлагается встречу начать нашу, о чем поговорили, вам уже было сказано, чтобы это было практично. Предлагается наглядное пособие, вот используйте его в том числе. Давайте мы на нем потренируемся для того, чтобы управлять, допустим, копы и уметь работать. О задачах мы поговорим, как это дело все происходит и как оно, для чего все это дело делалось. И вот нашу сегодняшнюю встречу сделаем вот той обычной копы, тем уроком, на котором передается опыт древний. То есть основная задача копы, копного собрания, вечи, как оно раньше называлось, до копы, вечи от слова «совещаться», то есть решать какие-то вопросы вместе все с копом. Вот поэтому, раз у нас есть активист, включаем его в этот процесс, дабы просто не сотрясать воздух. А тоже начнем передавать этот опыт, тем более, что копа как раз и являлась тем вот основным инструментом, с помощью которого знания передавались от поколения к поколению, от дедов к внукам и так далее. Почему институт копы и вечи был забыт? Да вот лишь только потому, что он являлся вот той мерой понимания, которую сообщали последующим поколениям об устройстве, о традициях, о заветах, о поконах, которые были раньше на нашей земле. Итак, Майдан, современная Украина. Как думаете, для чего вот это все происходит? Какие предложения есть? Унексировать просто нашу землю. Ну, отторгнуть территорию, да, это как следствие. Сознание народа. Трезвость ума. Сознание народа. Трезвость ума. Уменьшение числа. Тренироваться. Снять. Да, депопуляция вот прозвучала. То есть мы деиндустриализацию закончили с вами, да, этап? Этап перестройки. Теперь начинаем этап перестрелки, чтобы потом была перекличка. Поэтому вот это еще. Еще какие предложения? Захват власти. Ну, власть, она как была у них, так она есть, и она не поменялась. Кстати, власть, мы об этом тоже поговорим, если будут вопросы. Перед захватом России. А? Перед захватом России. Разделить нас. Мы же единые русские, депутаты. Самое основное, это нас пробудить. Вот. Вот пробудить, вот как раз этот процесс пробуждения. Итак, мы с вами подошли к главному. О том, что сейчас тот, кто является вот человекодухом для славян, вот он себе сейчас такое имя выбрал на это время Будараж. Начинает нас Бударажить. Яр, в том числе, да, в том числе, да, через такие механизмы, как Майдан. Чтобы было понятно, вот давай, ты будешь отвечать, на тебе, синий фломастер. Для вас же это левая половина, правильно? А это правая. А для меня наоборот. Потому что тут для меня правая, а тут левая. Точно так же, как в церквях и везде. Вот нас дурачат на такой, по такому принципу. Если мы говорим отсюда, то право здесь. Если мы говорим оттуда, то право там. Все шиворот на выру. Вот так мир парит. Поэтому сразу его разделим вот так на две части. Он отвечает у нас за власть. А я буду за Влад. Этимологию слов все помнят, знают? Что означает? И какая разница между этим словом и этим словом? Вот ему такой символ. А мне тут вот такой символ. Понятно, да? Итак, двухорядью читаем наоборот. То слава, то есть те, кто были раньше славные и знатные, им что доверялось? Власть. А власть имел кто? Тот, кто имел славу, знания, умения и опыт. Так вот, эти знания передавались как раз-то на копию. И когда человек достигал уровня управленца, азов, то он переходил во власть. Избирался туда. И начинал выстраивать вот эту вертикаль власти. Но прежде чем его подготовить, он должен был пройти вот эту систему всю. Вот так работало. Читаем это наоборот. Здесь гласящая буквица пропущена. Если восстанавливаем... Куда? Здесь у нас буквица... Владу представляю, так и написал. Влада. Да. У нас, получается, тут лава. Вот лава народная, да? Поэтому женское начало. Когда человек поднялся, перешел в варну к управителям, то он представляет уже мужское начало. Почему сейчас в власти, вопрос всем, на Западе 70% мэров городов педерасты? Таким образом опускают психику, да, нежити. Это перемена склоненного ока. То есть они заменили мужское начало на женское. И в природе это не есть. Так, еще какие есть предложения? Ну, потому что раньше был матриархат, а теперь переходим к патриархату. А управлять-то, труднее мужчинами управлять. Поэтому их надо опустить на уровень нежити. Тоже. Тоже вариант. Еще какие есть предложения? Мир парен. Кто не согласен с тем, что наш мир существует и он парен? Вот даже на уровне разделения половинок, полов, да? Что здесь пол? Что здесь пол? Пол, пол, пол. Ну, здесь женский у нас, да? А тут мужской. Не мадамский и жентельменский. А в таком значении, как понимание. Так вот, смотрите. Если Вселенная все-таки, когда она развивается, она устроена парно и при этом асимметрично. Есть понимание вот этих вещей? Смотрите. У нас есть мужчина и женщина, это пара. Пара? Тогда получается целая, единая, да? Но они асимметричны? Асимметричны. Если бы была полная асимметрия, скажем, мужик и мужик, вот как раз получается вот эта педерастия. Итак, смотрите, что получилось. За время галактической ночи удалось каким-то образом ребятам библейской национальности нас убедить, что вот эта часть, которая формирует в паре пространство с этой частью, упорядочивает его и наводит лад общий. Сказали, что вот эта часть не нужна, то есть она совершенно не нужна, а остается только вот эта часть. Мужское начало. Мужское начало, оставаясь без женского, без контроля и без поддавливания снизу, без механизмов вот таких вот горизонтальных сдержек и противовесов, начинает деформировать что? Мужское начало. Вот я виноват, мы вот с ним стоим, мы виноваты, что в Европе правят педерасты. Потому что мы здесь у себя не можем организовать вот эту часть, женскую, и выстроить вот эти вот горизонтальные связи, которые бы уравновешивают. Так как точно женщина уравновешивает мужа. Пришел в подавленном настроении, да? Перца ему там, борщ, чесночка, лука, вуну страсти накрутила так, чтобы ожил немножко. А если пришел слишком возбужденный, то знает, как его и что? Посадить. И вот таким вот образом регулирует, чтобы вот эта сила сама себе шкода не наделала. Вот то же самое, что в паре между мужчиной и женщиной, то же самое и в обществе. Если мы имеем только власть Януковича, да, и не имеем вот эту часть, то вот Януковича и компанию понесло. Туда же? Туда же, да. Туда же. Ну, будут вопросы, поговорим, как я в прошлый раз, помните, когда кто был на встрече прошлой в Славянске, мы говорили о том, что Янукович это проект, проект западных спецслужб. Его воспитывали, вели очень долго, вели именно вот по этой вот схеме. Мало того, не только его привели к власти, но еще подготовили группу людей, которая вместе с ним вот сделала то, что должны были сделать. Плохо это или хорошо, мы об этом даже не говорим, это нормально. Вот еще скажите, кто на тот момент из тех, кто был, могли бы выполнить такую задачу? Создать протестное настроение у всего народа. Такой кандидат был, Кушнарел бы не смог, Кирков не смог, Гравченко не смог. Вот кого не возьмите, кроме Януковича, никто бы не смог. Причем два раза. Причем два раза. Ну три, да. Тоже не смог. Не хватило бы у него духу. Вот на то, что продавил Янукович, нас под пресс поставил, беспредел милицейский, беспредел прокурорский и беспредел судебный. Вот эта вот часть как раз во всею гипертрофированном виде, она как раз и сработала. Вот механизмы очень простые, когда понимаешь, что это. Что сделали они на тот момент? То есть у нас есть запад, да? Левые. Во Львове левые живут. Поэтому тотем у них какой? Лев. Кто во Львове был? Сколько там львов во Львове? Вот. Не только вот так, а там хватает. И даже говорят, что сейчас готовится выставка, о том, чтобы сделать маленькие копии из металла, их отлить и всю панораму этих Львов поставить. Теперь смотрите, имеем мы Львов. По вашему мнению, какой регион нужно было взять за полигон и где сделать кузницу кадров? Сталинская помним, да? Кадры решают все. Так вот они после Сталина как сказали? В кадрах решили и все. Что они сделали? Они берут другой город, пиши, Донецк. И ставят нас на размычку между этими вещами. Какая задача этих и какая задача этих? Эти отличаются от этих. Вот недавно мы беседовали в Киеве, встречались с националистами, как раз представители от УНА УНСО. По большому счету, когда выходишь на беседу с человеком на обобщающих каких-то вещах, то и национализм-то, в общем-то, заканчивается. Там базы нет для национализма. Вообще. Потому что начали беседу с того, что, ну, героям слава. Я говорю, слава Богу. Слава героям. Предкам нашим слава. Смотрит. Программа сбита. Ну, ответил не так, как вот их там приучили. Следующий вопрос. Украина по надусе. И душу отдадим, и все остальное. Сатанизм, говорю. Сатанизм. То же самое, что у Шевченко. В его работе. На чем сошлись? Я говорю, давай так. Землю нашу, как вот сущность, существо, надо сохранить. Вот землю, я говорю, ну, в Украину же я говорю, не, шарик. Ну, согласен, ладно. Человека, как биологический вид, оставляем? Оставляем. Ну, вроде как, тоже понятно. Дальше говорю. Лицом к природе повернуться надо. Он говорит, надо. Землю, значит, продавать нельзя. Я говорю, согласен. Земля государственная, забираемая все из частного и переводим в режим пользования. Так, как это было у наших предков. Кто распоряжался раньше землей? Кто? Община. Община. Почему она называется земская община? Современным языком, по-сурманским, как? Территориальная. Ну, понятно, что терра – это земля, и земская тоже земля. Ну, по-русски, если по-древле-славянски будем говорить, то земская община. Современным языком, что территориальная громада. Можно по-другому еще расшифровать. Если коруны использовать, там есть коруна тер и рита. Тер – это означает такая… Ну, это не коруна, это руна. Ну, в смысле, коруна – союз. Коруна – союз, да. Там есть тер и рита. То есть тер – это как терем, и рита – это как закон и рита, закон и крови. Это закон и чистоты. Да. И ор – сила. О чем говорим? Вот даже если мы с вами берем языки, те, которые подверглись чарамутию, то вот как бы их ни искажали, и как бы их ни уродовали, мы там все равно найдем наши корни. О чем речь идет? Вот хорошо, что вернулись к бутлице. Вот эта система, которую нам познавать и познавать, и мало того, она бесконечна. Вот нет пределов совершенно. Вот смотрите, берем мы с вами бесконечность, да? Вот от него до меня, делим ее пополам, бесконечность. Как вот это назвать, бесконечность? Она как была бесконечностью, так и останется. Сколько не делим, хоть подробием на частички вот такие малюсенькие, это все равно будет бесконечно. Все равно. Поэтому как бы слова мы ни за чарамутили, как бы их ни сделали, мы все равно выходим на исток. Вопрос только в одном. Чем пользоваться? Каким инструментом? Тот, который работает чище и эффективнее, либо тот инструмент, который скрипит там, но едет все равно? Вот только и всего. Поэтому особой-то разницы, в общем-то, нет. Вот поэтому в Днеполь-Петровске что там мы создали? Мы создали свод территориальных общин Руси. Да, свод. Общин написали и сколько громад. Ну, чтобы и Руси. Вот сейчас создана уже программа, которая в учет будет ввести вот этого свода. То есть туда будут записаны все, кстати, и вам предлагается, заявления эти киевскую громаду подачи, были бы внесены в этот свод. И вот с этого начинаем как раз формирование вот этой вот влады, так называемой. То есть вот эти частички. Вот перед началом говорили о том, как работает информация. Вот как нас вот эти ребята разводят. Вбрасывают какую-то информацию какую-то, да? И затем накачивают ее силой. Самое главное, чтобы привлечь зевак. И как только толпа набежала, вся эта система начинает работать. Сила все понимают, что это такое? Это энергия плюс информация. То есть когда есть некая информация, и она по какой-то причине начинает запускаться, то есть вот как в компьютере запускаете программу какую-то, она что начинает? Запускаться, да? Оперативная память включается, потребление тока у компьютера растет, компьютер начинает работать, программа запускается, память забивается, с блока питания тянет. Так и здесь. Вот нами точно так же управляют. То есть кидают информационный вброс, вот так вот кинули к вам туда. Оно пошло, начинают на это все бежать. Вот сейчас утро сегодняшнее началось, там у Дмитрия дома, в полдевятого звонят. Вопрос. 25-го выбора за кого голосовать? То есть вот даже не смешно, да? То есть какие выборы, кого и как люди сейчас здесь, вот мы опять возвращаемся к психическому времени нашему, как нами манипулируют. Так вот, психическое время народа целого, а что один человек, что вот мы все вместе сидим, разницы нет никакой. Вот так нас поставили вот на эту размычку. Возвращаемся теперь к нашей схеме, как разводили нас эти все 20 лет с лишним. То есть в Донецке была создана пузница кадров, которая ковала вот этих ребят под свои задачи, для того, чтобы создать протестное настроение. Во Львове в это время готовила другая группа людей, которые должны были вот здесь вот, на этой вот стычке, этих сдвинуть по команде оттуда, кто организовал и этих, и этих. Управление прямое идет через посольство Соединенных Штатов, ездят эмиссары на этот Майдан, кто этого уже не видит и не замечает. Уже настолько откровенно все делают, да? Да. Можно как-то определить, кто является режиссером вот этого всего. Поэтому, посмотрите, что сейчас происходит. Какое настроение у тебя, то представители Донецких вот таким вот образом, мягко говоря, создали протестное настроение. Вот просканируй у себя, вот отношение к этому какое? Негативное. Ну негативное такое. Еще какое? Нейтральное. Нейтральное. Вот я ехал в поезде, допустим, сюда. Один говорит, меня предали и напился. Тут же бутылку достал. Я ему легче стало. Соблазн на ведет деньги. А? Соблазн на ведет деньги. Соблазн. Откуда вы ехали? Тоже, а? Откуда вы ехали? Да из Киева ехали в этот самый, в Луганскими поездами ехали. Так сюда ехал, в Славянск. А вы его идите? А где вы? В Киеве. В Киеве. Он говорит, меня предали. Мало того, в одном купе сидят те, кто едут с Майдана. Ну, плацкартный вагон, то есть в одной там. Весь вагон сразу вошел в столкновение. Этот один встал, такого метр девяносто ростом, крепкий. И говорит, я открыто заявляю, я за партию регионов, Янукович мой президент. Кто в этом вагоне против? Уши поприжали. Он говорит, так, все, рот закрыли. Вот в вагоне такой порядок. Потом началась дискуссия. Вот так вот нас поставили на размычку. И рассказывает нам, что вот либо это, либо вот это, либо давайте сейчас Януковича поддержим, либо это. Если мы попадаемся на эту уловку, то мы действуем вот на его поле. Теперь вопрос. Мы выиграть сможем на этом поле? Только программу. Никогда. Почему? Правила не наши. Правила не наши. Абсолютно правильные. Поэтому что нам нужно сделать? Не зря мы вот здесь нарисовали вот этот предел. Для чего? Для того, чтобы было понимание, что вот здесь мы построим свое поле, да, и объявляем им войну какую? Борьбу. Без правил. Но на нашем поле. Но когда начинается борьба без правил, кто выигрывает ее? Кот, кто пишет что? Правила. Вот наша задача с вами сейчас написать правила эти. Понятно, да? Для чего мы собрались? Может быть, это будет не война, слово-то война. Война? В конкуренции. Ну давайте бой напишем. Бой напишем. Чего не надо? А что сейчас происходит? Что-то другое? Надо вещи называть своими именами. Называем вещи своими именами. Бой наоборот считаем. Духаряки. Понятно всем становится, да? Ну а почему? Это же древние сальянские знания про снятые сорочки. Правильно. Вот поэтому... Знания про монголов. Правильно. Вот поэтому я и говорю, что давайте использовать наши слова и называть вещи что? А как вы разлушаете буквой «и»? «И»? «Да». А это связь? Нет. Это слово «силь». Что-что? «Силь». Но «силь» это не всегда и не только. И не только «силь». Ну почему? Ну потому что. Ну потому что в этой буквице значение ровно столько, сколько нас здесь сити. Это правда. Поэтому я говорю, что у вас «силь» не вопрос, у меня сахар. Цукор. У нас два белых вороги и два зеленых друзей. Силь и цукор, и лис и водка. Поэтому вот это все, появите, буквица, в ней столько слоев, что когда мы до этого дойдем и сказать, что это только вот эту, значит мы остановились. Нет. И просто по букве соучастия можно увидеть, что было в славянских стечениях обстоятельств и бои, которые были на Руси. Конечно. По букве «и». Конечно. По услуженной буквы. Конечно. Как буква «и». А что она означает? Я вам скажу. Вот это то, что сверху, это и есть буква «с». А вообще эта цифра 17 может быть. Какая? Вот эта? Конечно. Разложить ее на 1,7. Ну 1,7. И сколько получится? Ну. Получится, что… Нет, зачем так раскладывать? Мы будем раскладывать атмосферу. Нет, я понимаю, что раскладываем. А если складываем? А? А если складываем? А если складываем? То что я вам покажу? Долг перед усопшим. Что мы уходим в сторону? Давайте по сути. Нет, мы в сторону уходить не будем. Вот смотрите, насколько многогранны наши знания. Я просто хочу сказать. Да, что там? А если вы слышите, что там сильно выучит? Не слышно. Прямо. Не слышно. Что случилось, что вас не слышно? Можете вот там, сядь ближе, если хотите. Или вот здесь вот сядь. Ну, давай, может быть, я не знаю. Ну, так лучше слышно? Потому что обещали выключить, так оно и не выключилось. Дискуссия завязалась о том, какое значение должно быть у конкретной буквицы. Но в любой мы, если знак берем, да? Вытирать что-то здесь такое, допустим, это клевок. Уже понятно с этим, да? Как нас расчленяют? Делают. То есть не надо ничего объяснять, что на размычку поставили. Так вот, любой символ, даже вот этот, который мы нарисовали вот здесь, почему это вот знание, напишу слово знание? Что такое знание? Знание, что такое? Как это слово, этимологию? С твоей точки зрения. Смотреть? Да. Я возьму окремо каждую букву и покажу, что это единица слова соучастие. Вот вот написано слово. Соучастие? Соучастие согласен. Мы сейчас давай попроще, чтобы было остальным не сразу углубляться. А если слово знаки напишем вот здесь вот, ну, корень, да? Знаки. То есть не е то, с чем мы работаем, с чем мы работаем знаки. А здесь Конфуция вспоминает, что он говорил, что знаки и символы управляют миром. То есть вот то значение, которое мы этому знаку, либо этому, либо этому, либо этому. Мы придаем значение и туда силу свою направляем. Но так начинает обратно, что он сказал не знаки, а казни и человеческое творчество. Когда убивает людей, толпа быстро реагирует на это. Согласен. Так знаки или казни? Так вот, казни и знаки, они всегда были, есть и будут. Потому что если мы говорим, что есть знаки, то обязательно будут и бурты казни. Вот сейчас Майдан, то что у нас? Жертвоприношение, так или нет? Ну, через знаки мы вышли на этот код. Через знаки. Нет, через полис на земле. Эмоции, востребованные Богом. Правильно. Через эмоции. Что такое эмоции? Давайте вспоминать. Бес какой? По нашим, витальный. Как бес витальный формируется у человека? У нас сколько бесов? Три. Так или нет? Есть у нас бес какой? Ментального тела, витального тела и физического тела. Тоже аббревиатура интересная. Вот куда ни воткнись, куда ни влезь. Вы знаете, все настолько интересно. И настолько все это влияет на нас. Так вот, значение каждого знака, у каждого знака есть имя. Но значений очень много. Что мы с вами находимся. Вот здесь и сейчас мы вот это объясняем, как вот. А завтра это будет совершенно другое значение. Если будем находиться в других условиях, то тоже значение поменяется. Хотим мы того или не хотим. Если мы это называем жизнью. Вот это не Е, есть изменение. В том числе. Если мы стоим, остановились и не изменяемся, вода, да, затухла, то там и гниение начинается. Если только нужно немножко взбодрить, там все это расшурдить, то процесс гниения что, заканчивается. Поэтому волхуй что делали? Воду в ступе толкли, да? И вилами потом на ней писали. Заряжали эту воду. Писали знаки на воде. Ну, это и вилами поводить. Да, если это вилами поводить, оно в языке все осталось. Никуда же не денешься этого. Поэтому вот, как оно было, так оно и будет. Что же нам теперь вот делать? Вот есть эта половина, на которой мы уже с вами знаем, что мы выиграть не можем. Это все равно, что снаперся с шиками на вокзале играть. Поэтому, если мы переходим на это поле и начинаем создавать свои правила, при этом, как вы думаете, они смогут играть вот по этим, по этим правилам на нашем поле. Не смогут, да? Потому что тогда им нужно стать нами. То есть мы их должны втянуть в эту систему настолько ассимилировать. Вот Украина как работает, как территория. Вот любой народ, захвативший эту территорию, если он не соответствует этой энергетике, через 80 лет максимум он уходит. Вот историю посмотрите. Если кто-то и народцы пришли, пришлы, так называемые, да? Больше 80 лет никто здесь не удерживается. Большевики и то 70 лет удержатся. Ну, больше 80 не было такого, если всю историю взять. Вот этим вот интересно, эта земля, вот именно эта территория. Вот такая у нее особенность. Так вот, как вот это все строить? Теперь все это дело оголяем и начинаем думать, как же нам построить вот эту вот часть таким образом и написать свои правила, при которых мы начнем создавать механизм сдержек и противовесов, не вступая в противостояние вот с этой системой. То есть мы с ней должны что? Встретиться. Не столкнуться, а встретиться. И как только начинает встреча, встреча может, когда произойти? Когда может встреча произойти? Когда они проявятся. Когда равные, да? Равные. То есть вот, если здесь есть некто, то и тут должен быть некто, но равный ему. У нас сейчас есть равные для того, чтобы поставить кому-то мэру славянским. Нет. Мы можем кого-то равного поставить главе администрации области. Не, мы можем. Не, найдем, я согласен. Сейчас будем искать. Сейчас будем искать. Но понятно это, да? То есть пока мы не создадим систему сдержек и противовесов и пока к ним не поставим наших приставов, которые будут контролировать, ничего не будет. Но сейчас нам это не знаете, что происходит? Мне вот позвонили вчера. Кастинг объявили современным басурманским языком. А кастинг знаете какой? Нет. У кого клепка есть в голове, значит, на Майдане клепки не хватает у людей, они говорят, давайте пригласим сюда умных, посмотрим, кто из них наиболее такой шибко и грамотный, и их отправим в Верховную Раду для того, чтобы они даже веты могли накладывать. Представляете? Вот им дать такие полномочия от Майдана. Если вдруг приняли что-то не то, то наложили вето. То есть о чем идет речь? Создание вот этих вот параллельных структур, именно равных. Но кастинг говорит о том, что на Майдане что-то не хватает, тех, кого можно туда вот поставить. Давай. Убираем, убираем это все. Или давай так, ты свою мужу половину вытирать, да я свою. По-честному. Солдат пошли, я умер. А? Солдат пошли, а умер. Да, да, да. Табе, табе пакет, да. Не табе вам. Не, мне не надо табе пакет. Поэтому армия – это дело хорошее. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Но в любом случае, то, что сейчас Украина утратила армию, чего там хорошего? Ничего. Поверьте, мужское население мы потеряли. Абсолютно. То есть вот теперь, скажем, формировать и воспитывать мужское начало, в государстве нет ни одного института, который бы это делать. Раньше хотя бы в армии. Итак, что теперь вот нам с копой делать? Перед началом был вопрос. Вот сейчас нам нужно с вами обсудить. Раньше были копные мужи. А какие критерии были? 50 лет, крепкий хозяин, обязательно должны быть внуки. Сейчас мы можем себе такое позволить? В общем-то нет, да? То есть мы доведены с вами до такого состояния уныния, что копному мужу нам нужно что сообщить какие-то другие. Какие есть? Вот в Днепропетровске, скажем, пришли к тому, что давайте все-таки это должно быть жена, жена обязательно должна быть, и должен быть ребенок. Вот тогда право голоса имеет. Вот подумайте у себя. Может быть, что-то вы другое предложите? Есть какие-то предложения другие? Жилье должно быть свое. Все равно надо хотя бы старше 35 лет, чтобы был. Возрастной центр. Вот возрастной центр предлагается. Записывай сразу предложение. То есть возрастной центр вводится, предлагается 35 лет. Ну, как хочешь, ты же сам планируешь тут себе, чтобы самое главное было понятно. 35 лет. Должен быть что? Домовладелец, либо квартира должна быть. Так для меня тогда прозвучало? Жилье свое. Пишем жилье. Жилье. Салат навести. Значит, как ему, вот смотрите. Нет, конечно. Начнем его выбирать, да? Куда-то. Если он не может с женщиной разобраться, как он государством будет руковать? Собака. Логично. Программа, что-то так. Собака, где есть. Собака, где есть. Есть предложение? Давайте напишем правильно. Пес должен быть, да? Вот, кстати, пёс на всех языках, если произносят, у людей всех в мозгу возникают одинаковые колебания. Но если только слово «собака» написать и произносить, сажаем в разные языковые группы. Кто-то знает английский, что-то в другом случае. А почему вы в Киеве на Майдане не выступали? Так всё красиво рассказывали. А зачем? Ну, подготовили, блин. Сейчас мы... Можно договорить? Про государственную Украину. Я вернусь к человеку, пёс. Секундочку. Вот вы кажете. Вы пойдёте сняла. Можно договориться? Давайте будем вести себе вопрос. Человек задаёт вопрос, он только говорит. А сейчас мы пришли к тому, что у нас ходят фашисты. И мы видим это с символикой фашистской. Ломают памятники во Львове советскому солдату, которого защищали мы. Я даже пионером ещё стоял перед Родиной Матерью. Это те люди, которые отдали жизни во время Второй мировой войны против фашистов. Нас бы сейчас не было. Вы понимаете? Я извиняюсь, я с вами не... Нет, нет, нет. Может, я с вами согласен. Я же не возражаю. Но разговаривать надо было раньше... Давайте я все-таки молот. Извините, я пошёл. Не, не смотрели, за кого они служили. Смотрите, смотрите, совершенно нормально. Вот смотрите, что получается. Что это мне? Мы всё время говорим, что есть здесь и сейчас, да? Есть психическое время человека. Если мы уходим в эмоции, вот сюда, в будущее, то мы адекватно... Я отвечаю на этот вопрос. Вы же служить не хотите? Ну, оно ему не надо, в принципе. Потому что раз эмоции пошли, то мы уже ни о чём не говорим. Это проявление природы, кстати. Да, это природная вещь. Никуда не денешься. На самом деле это природа человека. Если мы это понимаем, то мы тогда нормальны. Если мы говорим, что мы находимся здесь и сейчас, вот теперь не ответьте на вопрос, при чём здесь Майдан? Ну, мы с вами здесь и сейчас сидим в зале, да? В славянском, беседуем вот в таком вот нашем узком кругу. Майдан-то тут при чём? А это проявление природы на сообщность. Есть замкнутые слова, которые вели коммунисты, на которые реагирует клетка человека. И мы в этом не виноваты. Согласен. Я, конечно, и, конечно, а кто же это? Вы же понимаете, как реагируют? Виноватых нет. Виноватых нет. Но вот уже появились у нас виноватые кто? Коммунисты. Вели эти вещи. На самом деле это правда. Но коммунисты тоже разные были. Они кто были? Были большевики? Я на треологии изучения Карса Айваста Эверска, это массовская ложь, которые вернили, смотрели на реакцию человека и белка. Правильно. То есть, это тоже такая конструкция. Абсолютно. А для того, чтобы было понятно, теперь всем я перевожу на обычный язык. Все в школе изучали биологию. Павлова, помните эксперименты, да? То есть, дает собачка, дает пищу. Либо звонок, либо лампочка. Загорелась, слюна потекла. Так или нет? Вот точно так же и нам. Майдан. Слюна потекла. Памятники рушат. Это так, это так. Потекла, убежал. До тех пор, пока мы с вами будем рефлексировать на все эти вещи, вот что бы они ни делали, именно коммунисты. Понимаете, да, что я? Что такое коммунисты? Для чего они, в общем-то, были созданы? Масонские, не масонские, не об этом сейчас речь идет. Идущие в знамение. Да, идущие, да. Ну, коммунисты же идти по-немецки. Да. Ну, коммунисты еще и общие. Для чего они были созданы? Для того, чтобы нас опустить как раз на животный уровень, довести до уровня животного строя психики. Чтобы у нас возобладало вот это вот звериное начало. А собаки мы так и не закончили топсины, значит, да, пёси. А к собаке, то и кто такое собака? Соб и арква. Знаете, такой, сок-соба. Так вот, собака это человек, идущий налево. Левак. Идущий по шуйному пути. Что так вот пёсик обозвали собаками, если это человеку присуще? Мне тоже непонятно. Теперь не за пёсик обидно. В чём-то люди ходят налево, а пёсик собаками воззвали. Так вот, есть время реальное. И есть эмоции. То есть, если наше психическое время сместилось вперёд, и мы выбежали вперёд, и даже не дослушав ответ на свой, собственно, поставленный вопрос, то есть мы даже не перешли в рациональный способ мышления. То есть мы сначала что? Возбудились витально, да, эмоционально. Ушли сюда. Поговорили. То есть мы опередили реальное время. То есть наша психика находится в состоянии напряжения. И это напряжение тем больше, чем мы дальше отстоим вот от этого реального времени здесь и сейчас. Чем больше мы в эмоции ушли вперёд, тем больше напряжения психики человека возникает. И тем больше бед этот человек может надевать. Вот Майдан как раз вот работает на этих вещах, на этих технологиях. Что сейчас происходит на Майдане? Там переходят в другой режим. Переходят в режим рациональный. И начинают думать, а что ж теперь делать? Ну, Майдан сделали, да? Там эмоции выплеснули. Всё это дело там произошло. А теперь вопрос. А дальше что? Как была вот эта у нас левая часть, так она и осталась. Кто вот из нынешних представителей власти не был у власти? Все были. Все были. Мы ещё не... Нет, ну мы вот здесь, мы с этой стороны. Мы там не будем, нам там делать нечем на том поле. Почему я вот не буду Майдан? С левыми, на левом поле, по левым правилам, да бесполезно вообще говорить. Вот можно здесь, на путём, да, с правым путём и по нашим, создавая правила на нашем поле, на том, которым вот эти правила не работают. Вот здесь мы можем о чём-то договориться. Но нам всё что нужно сделать? Хотя бы наше психическое, вот этого порыва, из броска вперёд, когда мы выпали из реального времени, я не говорю попасть прямо здесь и сейчас. Тогда мы здесь с вами не собирались, этого не нужно было. А нам бы хотя бы сейчас нужно перейти в отборожен рациональный и начать думать, а что ж теперь делать? Да, мы будем отставать с вами от реального времени, оно будет всегда опережать нас. Но мы хотя бы опаздывая, будем понимать, что происходит. И как это дело нам поправить. Что такое попа? Так вот попа как раз, это собрание сходотаев, которые приходят, ну, современным языком, в резонанс психоэнергетический, при котором вырабатываются решения вот здесь и сейчас. Там нет ни эмоций, нет досужих там размышлений. И вот когда вот это всё выравнивается, когда всё это вот устраивается, когда мы получаем вот единую вот эту ось, мы попадаем в реальное время. То есть, представляете, коллективная психика людей, пришедших на попу, приходят в соответствии с реальным временем. И все находятся здесь и сейчас. Поэтому решения раньше на попе принимались такие, что ни одно решение попа не было в истории такого. Копное право на Украине в XVIII веке существовало. Все решения попа были выполнены. Не было ни одного решения, которое бы не было в попе. Но, во-первых, на попе всегда находился кто? Глава родов Роданы. Понятно, что они следили в своих родах, в своих седениях, за тем, чтобы это решение выполнялось. Были какие-то там шансы или варианты как-то нарушить это решение? Да не было, конечно. Потому что каждый член громады, каждый член общины следил за исполнением. Если только он допускал какое-то нарушение, на его глазах что-то совершалось и не присел, не предотвратил, либо хотя бы не сказал об этом, то он был соучастником и наказывался точно так же, как и тот, который надел шкоды. Тот, который приступил в предел. То есть вышел за предел, стал приступником. Так вот, как теперь нам все это дело выстраивать? И как нам дальше жить? Вот с этим во всем. Вот эту часть каким образом, в общем-то, строить? Вот не случайно за последние годы очень многие пришли к пониманию того, что нужно возрождать те принципы, которые были раньше, именно вот это вот женское начало. То есть восстановить парность природную. То есть вот выровнять все эти вещи. Как выстраивать? Вот именно земство, земское право. Поэтому вот начали создавать эти общины. Я уже вам сказал, что создана уже программа, в которой можно регистрировать все. Сейчас заканчивается разработка дизайна уставной грамоты. Она так и будет называться уставная грамота. Будет выдаваться каждой общине, каждой громадой, о том, что эта громада община внесена в свод. И там будет прописано, что эта община имеет право, то есть напоминание о том, что она имеет право выбирать своих представителей, старшин и излюбленных голов, а также судей для управления, а также снимать их, отзывать их, в случае не надо. То есть если вдруг община не приходит к какому-то единогласию по старшине, либо по говоре, то в этом случае она просит, что раньше просили. Чтобы прислали посадника державного. Ну, не смогли договориться. Но, кстати, когда пригласили в Киев Варяга, да? Как раз я был тот момент, когда община земства, вернее, Киевская, не смогли прийти к единому, что согласию, и поэтому пригласили других. Договор заключили с ними. Поэтому либо наместник, либо посадский, тогда идет от державы. Поэтому и этот вариант предусмотрен. И внизу подписи две. Там управитель свода, наказной, и вписарь, и печать. Печать тоже уже разработана. Но в ближайшее время мы на сайте тогда выложим. Ну, что все это начинало, в общем-то, работать. Я понимаю, что тяжело, скажем, людям начать что-то делать. Почему? Нас уже приучили коммунисты к тому, что мы думать не должны. И власть должна просто передать бездумно кому-то и не участвовать в управлении, создании вот этой лавы, создании влады. Ну, так, навязали уже. И самое интересное, что мы с этим смирились. Смирились и, в общем, согласились с тем, что... Ну, почему-то самоустранились от управления. Если мы теперь вспоминаем, что обязанность управлять, это обязанность, а не право, копного мужа, вставлять обязанность. Если не пришел на копу, либо с какого-то села раньше не приходили на копу, то если рассматривали какой-то имущественный вопрос, допустим, потравил скот где-то там какой-то, то есть штраф налагали, то даже если знали, чей скот потравил и кто виновный, но обязанность возмещения налагали на ту громаду, которая не прислывалась ходатая. Поэтому ходили все. Мы таким вот образом помечали к тому, что обязанность участвовать в управлении свято и незыблемо всегда выполнялось. И вариантов других не было. А сейчас мы считаем так, что давайте мы Януковичу передадим на какое-то время, да, право управлять, и пусть они там делают все, что хотят. Поэтому мы получили то, что сейчас имеем. Развал полностью государственной власти, ее отсутствие, сбитого летчика, который сейчас в простой интервью там это проводит. И вот то состояние, в котором, в общем-то, мы находимся. Что делать? И кто виноват? Виноватых нет, мы уже с вами решили. А есть только вот простая вещь, понимание того, что надо начинать все это дело выстраивать. Итак, 35 жилье, семья. Еще какие-то предложения будут, да? Ну, коренной житель, или же как бы там проживающий на территории в какой-то период. Пошлый, пошлый. Пошлый, да, пошлый. Пошлый, слово это коренной, тот, кто проживал здесь и его предки изначально. То есть тот, который пошел от пош, шапу, шапу, к лица. Да. Хозяйство должно. Жизнеобеспечение. Но вопросы жизнеобеспечения всегда вопросы громадные. Мы пока говорим о критериях, которые мы можем применять к оптному мужу. То есть мы сейчас говорим, что у нас есть единица, которая обладает правом голоса. Вот стоит он, да, допустим, конкретный человек. Вот является ли он копный мужем? Подходит он под эти критерии? Имеет ли он право, скажем, голоса? Вот мы к чему сейчас должны с вами прийти. То есть мы набираем сейчас критерии, вот эти вот, кого определить, да. А че ты еще не на той стороне? Копные мусы, да. Мы сейчас убрали уже все. Да, да, выделили. Мы же убрали их вообще, они нас не интересуют. Мы говорим, что вот это наше поле, да. Мы начинаем борьбу без правил пока, бой. И устанавливаем правила. Начинаем сейчас с вами формировать правила. Должен разумным еще быть. Нет, ну понятно, как определить эти вещи. Мы пока говорим о критериях, те, которые мы можем просто и очно проверить. Здравомыслие, грамотность и прочее, это уже следующий этап, мы о нем дальше сейчас будем говорить. Скажи, пожалуйста, как можно просто определить последний параметр, как пошли. Пошли коренной, тот, кто родился здесь, на этой земле. Тот, кто родился, и можно увидеть корень. Или тот, у которого стоит рейстр. Смотри, смотри, как было у казаков. Казаки же не все были. Пришел пришлый, да, не пошлый, а пришлый. Он казаком не мог быть по определению. А вот дети его, родившиеся здесь, уже могли быть казаками. То есть здесь родившиеся, так как среда, эта территория, эта земля его воспитала. Он на этой земле вырос, он с ней близок, он отвечает за нее, он живет на ней. Вот что такое пошлое. Родился здесь, да? Нет, он говорит о том, что в слове пошлое покажите корень. Нет, нет. Но тот, кто пошел от людей. Нет, а корень сам где? Должен быть проникновенной тайной природы. Надо проявить корень. Он должен быть. Что тот, кто пошел от людей, еры, а это можно обсуждать. А сам корень? Тот, который связан с мертвыми. Я это понимаю, это ретерика. Ну вот он корень. Нет, это не корень, покажите его в природном виде. Какой он может быть. Какой? Что вы имеете в виду? Да, как это увидите? Как это увидите? Ну мы это можем увидеть просто. Берем паспорт, там написано родительское средство развитие. У английской королевы есть корона? У короны у английской королевы и то чужая. Да, просто уникли ее вниз, это корень. Она не имеет права. Нет. Это корень или нет? Нет, ну мы не будем брать английскую корону, потому что, во-первых, это не наша система, у нас есть другая система. Вот такая вот. И зачем нам английская корона, если ее туда-сюда переворачивать, это вообще не наша система. Вот наша система, древо познания, древо руси. Кстати, оно что-то проявляться в буквах. Да оно и проявляет. Древо называется. Но я буквы еще не вижу. А буквы проявляются в образах. Нет, если буква существует, она показывает наглядность. Конечно. Да, буквы это что? Веды, веды. Нет, это не веды, это груды женщины и мужские груды. Может быть, да. Но они разные. Только не груды, а вы-имя называется. Вы-имя. Вы-имя. Да. Вы-имя. Так, и... Это на бесконечность. Мы сейчас об этом можем говорить, сколько я говорю в год. Дело в том, что любой оп-да... Давайте так, вот с этим закончим. Словам отдельно. Да, да. Да. Мы с вами там, ты же, кажется, мы едем, вот я знаю... Комендарь, как предний, молодой человек, он компетентный, я чувствую себя дураком. Я не понимаю. Да нет, ну не в этом дело. Поймите, у него есть, скажем, свои знания, свое видение этих вещей. На самом деле, вот было бы интересно, вот то, о чем он говорит, собраться вам потом, да? И поговорить по образом, по образом буквиц, которые мы видим. Поймите, это еще не все образы, это только его видение. У меня другое видение. У вас другое видение. И не нужно считать, что кто-то что-то знает, кто-то не знает. Вот если мы соберемся с вами вместе, да, возьмем его образы, возьмем мои образы, возьмем ваши образы, вот тогда мы с вами что? Получим скарп неополимый. Мы тогда получим знания. Потому что он свое накопил, я свое накопил, вы свое накопили. Да, это очень важно. Да, немножко не по теме. Но благодарность вам большая, что на эти вещи будет, и у вас есть понимание, что вот этим нужно заниматься. Понимаете? Вот то, что я не просто так пришел. Вот если бы он сейчас этого не сказал бы, у вас бы не было следующей бы темы. В следующий раз соберетесь, поговорите об этом. На самом деле очень важно. Очень важно. Мы все равно говорим на разных языках. Я в слова в одно вкладываю значение, вы другое значение вкладываете. Для того, чтобы мы друг друга хотя бы начали понимать, мы с вами встретились, а не столкнулись, то мы должны словам придавать хотя бы какие-то что? Образы одинаковые. Мы сейчас и говорим, что если мы считаем, что бог мой муж это 35, жилье, семья, и он должен быть коренным жителем, пошлым, а не пришлым. Какие еще? Польшу имеется в виду Украина или с Россией приехали? Нет, мы говорим, вот то же самое я говорил с националистами. Вот то, о чем говорил товарищ. Есть коммунисты, да, которые включили в 17-м году и говорят, вот вам новая национальность русский, вот вам новая национальность украинец, вот вам новая национальность белорусская. И все говорят, хорошо, мы с этим согласились. Несколько поколений прошло, и у нас сейчас появилась национальность русский. И если скажи русскому, что ты не русский, а славянин, он скажет, нет, славянин согласен. А если, допустим, кто-то другой? Как это с этим? Я имею в виду пошлый, то есть я живу по месту, переехал сюда. Я могу быть здесь только можно? Нет. Я, вы говорите, по месту. Вот поэтому мы и сейчас вот говорим вот об этом. Да, приехал человек, да, живет вот столько. А вот дальше громада решает, может он быть пошлым, либо не может он. Но в прошлом он не может быть. Может он иметь право голоса или нет? Знаете, как раньше громада определяла эти вещи? Очень просто. Как? Как? Коренной житель, как вы говорите, вы все равно вкладываете на смысл коренной житель? Не только коренной. Не только который здесь имеет корень, понимаете? Ну вот поймите, слова, они... Это родовое слово. А то слово, оно только другую границ этих вещей. Вот смотрите, как раньше. Я же отвечал на его вопрос, чтобы было понимание. Если только громада, либо община из общинных земель выделяла такому мужу землю на дело, вот тогда он имел право голоса. Если он был шалопутный, и землю ему громада, что, не выделяла и не давала, он право голоса не имел. Поэтому вот здесь вот мы тогда можем написать, если громада ему такое право дала, как определить? У нас сейчас громада не имеет права на землю. Не имеет. Значит? Каким образом теперь мы должны вот эту вот вещь, вот абсолютно правильный вопрос, как заменить? Давайте думать. Если раньше это признавалось по наделу, с общинной земли, то как сейчас, скажем, ценность иметь? Проживающие... Да, вот сейчас у девушки там вопрос вот этим, да. У меня есть вопрос, у меня взгляд женщины. Да. Я считаю, что даже если мужчина, который хочет участвовать в беде, вступать в новое решение, он стал новохозяином здесь, на этой земле, у него есть семья и дети, он любит эту землю и тоже душой болеет за то, как и что будет происходить. Он может стать... Так мы же об этом и говорим. Мы же точно об этом и сказали. Что раньше это определялось по земле. А если вот он сейчас здесь и тоже имеет право голоса, вот тогда что мы должны сказать? Что мы тогда говорим, что должно быть раз, два, три. И тогда вот это уходит. Тогда вот это второстепенная вещь. Правильно ли? То есть если вот это присутствует и громада ему вот эту позицию говорит и доверяет, даёт, что да, имеешь право голоса. Но это опять право чьё-жесть? Громадное. Может быть пошлое. То есть у нас есть основные критерии, и есть какие-то вторичные, второстепенные. Может быть испытательный срок, год, допустим, посмотреть. Нет, может быть испытательный срок. Если, скажем, человек живёт, его все знают, и он тут, скажем так, ярый муж, боярин, и так все понимают, куда там. Ну, туда пятое будет доверие громады. Нет. Значит, тогда вот этот факультативный, да, вспомогательный принцип, мы говорим о том, что если вот это имеет, и он здесь вот это всё, и громада говорит да, тогда он имеет да, вот голоса на код. Но вы же сами принимательские, нет? Всё равно я говорю, как раньше было. Раньше было проще, почему? Нам же тяжелее. Поэтому мы не можем сейчас взять принципы копного права тех, которые были раньше, и вот слепо взять и перенести вот на нашу группу. На вот это основание. Но нельзя так. Сегодня не получится. Давайте для примера на другой стороне то, что было, то есть для примера, то есть для того, чтобы понять, нужно обладать... Ну, давайте. Как казаки это делали? Ну, к примеру. Ну, казаков там круг, у них до сих пор это всё остаётся, им проще там. Кстати, меня там летом приглашают в Айс-Полтай, казаки старовер, представляете? Нет, они до сих пор живут по обрядам уставов, там, старым. Итак, раньше было 50 лет, домовладелец. Ну, семья, род, это внуки должны быть. Должен был быть поздно. Не внуки, но... Да, ну, ну, как сказать, вот-вот. Ну, понятно. То есть, если внука не было, человека даже его по отчеству не называли. А так и ходил. У меня, пока я не появился, где-то до 70 лет, так и был прожек. И только в 71 год Прохор Александрович стал. Ещё какие-то были прихожили? Нет, это тоже. Поэтому, как вот сейчас нам от этого уйти? Вот это. Ну, вот, надо думать, как, таким образом. Ну, раньше было так. Если на дел община давала, землю выделяли, всё, право было всё иметь. То есть, он с ним сообщить. Ну, обычно, больше я... Это учитывалось? А вот это всё учитывалось. Уже на следующем этапе. Мы сейчас об этом разговариваем. Может быть, давайте... Как раз вот вопросом... Вопрос такой. Да. Решение всегда принимать. Решение всегда 100%. Всегда. Значит... Вот смотрите, чем отличается демократия от копы. Всегда должно быть общее согласие. Вот садимся и беседуем. Если кого-то не убедили, вот беседуем до тех пор, пока все не придут к единому мнению. Вот почему решение копы всегда выполнялось. Не узкий круг, да, а все игроманы. Все. Не-не-не-не. Коп... Копных мужей. Копных мужей. Не могу как. Если всю громаду слушать, так вот сейчас мы ни о чём не говорим. Это майдан. Это майдан, да. Будет майдан. Слово майдан, знаете, далее открывается слова там. Майданить, мошенничать, обманывать, куражиться, запирать, отнимать. Это майдан. Сколько людей должно быть... Утемали, да, сколько было. Было, пока нет. Два человека уже копы. Максимум? Разве это ли паспортные, да? Максимум нет. Максимум нет. Были копы. Все, я читал протоколы, по 900 с лишним человек. Копа. Копа. Копных мужей. Копных мужей на копе. 900 человек, представьте, сидит 900 человек и работают слаженно, как единый механизм. Вот не знаю, как это было, честно, слово я не присутствовал. А вам на наши времена как это сделать? А? Наши времена, какое-то ограничение... Никаких ограничений не надо делать. Давайте, как вот было у предкова, просто надо сейчас перенести все это вот сюда на нас. Ограничений быть не можно. Ну, что скажете? Мы копные имеем право голоса, да? А вы копные не имеете право голоса? Как это? По принципу десятника. 10 человек... Это другой вопрос. Это уже, подожди, это уже выстраивание по... Мы сейчас подойдем к этому. Мы сейчас пока говорим, вот вот этих вот, вот внизу у нас сидят здесь копные мужи, вот они. Может быть, много. Вот мы о них пока говорим. Мы пока не говорим о десятках. Здесь по критериям все? Ну, последний надо расширять. Потому что есть много нюансов в жизни. Например, я думал вообще о самоопределении, кто, что, как, то есть к чему, ну, себя, например, отнести. Пришел к мнению, что на определенной территории биологически рождается один и тот же вид. Да, эта территория большая, это та же самая Белоруссия и Россия. То есть, в принципе, это единый организм. Ассоциировать себя там по вере или там что-то еще, это не имеет смысла. Это вторично. То есть, первично. Бог дал тело, дал какие-то возможности по энергиям, определенное направление в жизни. Я хочу сказать, что пошлый, в принципе, может быть, человек из Белоруссии приехать сюда. То есть, это, ну, но в прошлом, если глубоко смотреть, вот так как вы сейчас много рассуждаете, я бы сказал проще. Кто имеет геном? Геном Русича. Если только есть геном Русича, он может быть пошлым. Все остальные пришлые. Но это очень интересно глубоко смотреть. Поэтому белая кожа, уши смотрим какие, губа нижняя какая, что там, череп, фоса и все остальное. Наш, мы или они, сразу смотрим книжку. Определять, да? Есть предложение. Можно всю структуру громадной части, и потом частично губок выставить. Это часть, допустим, это часть для руководителя. Вот община. Чтобы мы видели... Нет, я согласен. Давайте так. Вы дом когда-нибудь видели, чтобы фундамент отдельно, там, стены отдельно возводят. Потом это делают. А конек уже где-то там за километр положили, а потом все сказки выключено. Мы должны знать. Давайте фундамент сейчас построим, как мы только определимся с фундаментом. и начнем дальше двигаться. По порядку. Я согласен. Я не возражаю. Можно и так дом построить. Ну, давайте фундамент сделаем. Поэтому понятно, да или нет? Да, дальше. То есть, что же нас потом с вами не объявили в этом, в российском, в российском слове все понимают, значение. Но это аббревиатурное слово, знаете, да? Расизм. Рады асов, страны асов, истина земного мира. То есть, славяна арии являются основанием Бога на земле. Вот это и есть расизм. А словари пришлые нам написали другое. Даже сейчас это сделают, что уголовно наказуемо. Поэтому, я и говорю, не написал это, я пишу вам, пошлый. Ну, мы должны понимать, что это геном русича. Имеет право голоса. А вот с пришлыми, вопрос, пришлые тоже могли иметь право голоса. Но тогда КОПа должна была принять это решение. Были инородцы, были инородцы, их принимала община, и тоже имели право голоса. Поэтому, если он русский, кто такой русский? Это все неславяне, которых русская культура к себе притянула, к себе приложила, и он стал прилагательным к этой русской культуре, он стал каким? Русским. То есть русичи за собой его тянут по пути духовно-эволюционного развития. Это русские. Поэтому славяне русскими быть по определению не могут. И вот то, что там вся Россия сейчас себя русскими называет, ну, это слабоумие, как минимум. Ну, это россияне. Ну, русичане, ну, великороссы еще, там можно согласиться. Россияне, ну, тоже можно назвать россияне. Надо здесь сказать матричи, алленичи, черночи. Ну, и там у нас и Дриковичи есть, и Поляне есть, и Скифы были, и Сарматы были, и кого только не было. И Киевсковичане. Да, да. И у каждого погиб их боги-покровители свои. Мы сейчас в это не будем выходить, потому что до бесконечности. Спрашивай дальше. Останавливаемся? Все вот с критерием. Да, все. Понятно. Критерий, критерий должен быть. Не, ну, хватит. Там четыре. Самодостаточный, самодостаточный, всесторонняя радость. Ну, это же уже другие. Это прилагательный, как мы можем? Да. А, я понял. Ну, давайте тогда так, что нет такого существительного, которого нельзя использовать, прилагательный. Мы сейчас просто разбираемся с морем. А под прилагательным мы потом будем разбираться. Давайте здесь, сейчас. Отношение к алкоголю и к дурманскому. Да, это вообще... Нет, на сайте даже мы не говорим. По умолчанию, давайте скажем. Достаточно. Там четыре было, и мы уже четыре набрали. Янусы нам на грузе, алый новорок. Ну, короче, табака, курение, алкоголь, мы даже это не обсуждаем, но не должно быть. Ну, если кто-то там подвержен, как говорится, ну, надо терпеть. Громада виновата, что человек пьет и курит. Для чего человек пьет и курит? Вопрос. Где закрыть канал? Закрывает канал. Как только начинает открываться, начинает формироваться ментальный бес. Мозги начинают работать. Мозги начали работать, что с ними делать тогда? Не знает, что делать, не может у тебя приложить, реализоваться. Как закрыть все это дело? Раз. Накатил, понизил порог. То есть, в бет-эритм, сальт-эритм ушел, и все. То есть, это шлементарные вещи, да? Нравственность получается. Нравственность, да. Нравственность, да. Это основа, да. Это базовая вещь. Именно равственность. Да, это является критерием. Но определить его очень тяжело. Раз мы скажем, сейчас не видим тонких структур человека не можем определить, скажем, вот, по виду, вот, как иконы рисовали, ним, вы знаете, вот это нравственный человек. Сейчас мы не увидим у человека, мы даже не знаем, как смотреть и куда смотреть. Какой бы хозяин имеет бизнес, имеет достаток, бывает, условие или нет? Это уже другой уровень. Это не копный муж, это уже тот копный муж, который вышел на уровень управленца. Тот, который может обеспечить. Раньше Буярый, кто такой Буярин? Кто 25 копных мужей обеспечивал работой? Вот это предприниматель современного языка. Он знает, другой уровень просто. Вопрос правильный, но это уже повыше. В принципе, я думаю, что вот этого достаточно. Пока остановишься на этом, да? А если вдруг потом что-то там додумаете себе, ну, додумайте, будет у вас славянский тут еще какие-то, один критерий. А? Ну, так сказали. Это что я сказал? Я должен быть жизненный ум. Раньше, чтобы было 50. Почему 50? Вспоминаем сковородок. Нет, 7-7 закрывается 50. Так, 49 лет прожил, 7 программ отработал, 6 программ, 7-ой закрыл. 50-й закрывается. Получал право. То есть он уже переходил из режима накопления, есть такой закон накопления знаний, в режим пользования этими знаниями, изменения режима. Закон. Как правило, как правило, это все определенный алгоритм развития нашего биологического тела, мозга нашего, матрицы. Так вот, матрица мозга включалась после 50, и приходило понимание процессора. Понимаете? Может быть, раньше. Бывают исключения. Но, как правило, вот это, клетки обновляются в среднем за 7 лет, то есть 6 раз обновились, на 7-ой раз все это выровнял, 50-й закрыл, 6 программ отработал. 6 программ отработал, потом еще 6, опять 50-й закрыл. Поэтому раньше говорили, век учи, век живи, век учись. Помнили, да, откуда пословица идет? Как жить? Учись, как жить? И только после 100 лет имел право вот что-то быть экспертом и на хопе рассказывать, как это было раньше правильно. А до 100 лет, ну, еще вот, после 100. Уже имел, участвовал, сколько, в общем-то, даже и не живут, нас же уже опустили до живостного уровня. Поэтому, вот такие вот пока условия, в которых мы с вами пребываем. Я считаю, что достаточно это, да? Ну, в принципе, раньше так и было. То есть, мы сейчас говорим о том, что, ну, вот у вас тут родилась такая идея, о том, что категория, вот это прошлый, мы говорим о том, что должен быть русичем. Геном должен быть вот наш. То есть, если он наш и живет на этой земле, и вот соответствует вот этим трем, да, то право голоса имени. Так или нет? Такое предложение было ваше. Ну, все. Вот вышли на решение. Дальше пошли. Вот когда мы построим с вами вот этот фундамент, давайте теперь вот это все убираем. Где у нас там? Тряхает. Да. А вот дальше давай начинай сам рассказывать. Как будем дальше жить. Итак, у нас есть фундамент. То есть, мы имеем семью, как базовую категорию. У этой семьи есть глава семьи, который соответствует четырем вот этим критериям, о которых мы с вами сказали. Как выстраивать дальше власть? Давай дальше расписывай десятки и сотки. Слышно так, чтобы было слышно. Значит, как в наших современных условиях это дело? То есть, у нас есть Конституция Украины, в котором есть глава цива, или раздел, который называется местное самоуправление. Вот, согласно этого местного самоуправления этих разделов, это статьи 140, 142, 143. Конкретно, как мы это делаем, это статья 142, где территориальные громады, ну, любые громады могут объединять на договорных началах объекты собственности. осуществлять таким образом управления, то есть, минуя какие-то представительские органы власти. Соответственно, для того, чтобы принимать какие-то решения, о том, чтобы человек мог, ну, представлять чьи-то интересы, копные мужем, то есть заключается договор, договор с уполномоченным этим человеком, то есть, он становится уполномоченным, допустим, домом. Вот у вас есть девятиэтажка, да, вот есть подъезд, есть какие-то там, не знаю, разграничивать можно, улица, подъезд, и вот вы собираетесь, подъездом, и вы решаете, что есть у вас человек, которому вы доверяете, которого вы всегда можете переизбрать, отозвать у него такие, ну, свои полномочия, которые вы давали, и он всегда подотчетен вам. Ну, раньше, да, сейчас это, сейчас и сейчас есть эти комитеты, органы самоорганизации населения, которые ничего не делают, никто про них ничего не знает. То есть, решение о том, то есть, есть определенные, как бы, уровни, здесь уполномоченные по дому, или по улице, но это как бы вместе, дом, улица, в зависимости от того, кто живет. Кто живет в частном секторе, кто живет, ну, то есть, это по улице, кто в частном секторе. Если это дом, многоквартирный, то могут по подъездам быть, так как много людей живут. И вот, составляется договор, в котором, прописывается, что этот человек является полномоченным, уполномоченным, и он на основании, можно, конечно, и наши использовать, ну, слова, которые, лучше наши, но я пока буду говорить в тех терминах, которые, ну, больше мы понимаем, но как мы это опишем, это уже, пожалуйста, как хотите. то есть, этому человеку, то есть, в договоре прописывается, что он может представлять только одно нас на основе доручения, или доверенности, которое делается на сходе вот этого дома. нужно принять какое-то решение, собирается целый подъезд, улица принимается, под протокол записывается, и человеку дается доверенность, или доручение на выполнение каких-либо действий. И когда в нашем городе или районе вот у полномоченного, да, вот есть предложение сразу заменять, то есть, как оно было, потому что он как упал намоченный, еще не успел упасть, а уже намочился. Старшина, голова. Да, старшина и голова. Вот они раньше были всегда, и, в общем-то, все равно мы к этому вернемся, никуда мы не денемся. Так, теперь вопрос, скажи, из кого выбирать собираемся, голова или старшина? То есть, мы же из копного мужа, но не простого копного мужа. Кого нам нужно здесь вырасти сначала? Здесь должен быть человек ответственный, обладатель. Десяцкий. Да, десятский. Обладатель. Объясни, как десятский выбирается. То есть, есть, допустим, в подъезде есть сколько-то там, ну, квартир, в котором живут, живут те же самые жители, они собираются, и они решают, кто из них более достойно представлять интересы. Этот человек должен, прежде всего, обладать опытом, он должен иметь какие-то практические действия по реализации чего-то. То есть, человек должен что-то уметь, не просто так, который ходит, больше, чем всех кричит. То есть, с ним заключается этот договор, он становится, грубо говоря, нашим старшиной. теперь приостанавливаться, смотрите, до чего мы дошли. Значит, мы имеем фундамент, 10 копных мужей, 10 копных мужей, здесь у нас есть десятки, и здесь есть десятки. Маркер. Маркер. А граждый вопрос, а почему именно 10? Есть 11 или 12? А это старая система, она древняя идет, поэтому здесь... Значит, смотрите, почему 10? Из простых чисел 9-ое, самое большое число. Есть возражения? Нет возражений. Мы собрали 10 человек, один уходит наверх, у нас остается гармония, девятка. Мы берем простые только числа, все остальное не работает. Психика человека не может работать, если вот более 9 человек. Не может. В контакте с ними. Поэтому вот один человек работает с 9-ю. Это вот так работает наша психика. Не потому, что раньше вот сказали 10, и это 10, но потому, что простые числа, это тот язык, на котором с нами Бог разговаривает. Все остальное. Потом получается что? Суммированное. Все это суммируется дальше. Сумма получается. А это простые числа. Максимальное число 9. Чтобы было 9 копных мужей, и один ушел наверх. Сколько надо? 10. Понятно это, да? Простые число, или просто цифры. Да. Есть числа, да. Тоже разные. Сейчас не будем углубляться, потому что цифры, это цифироты, так называемые. Это с другой, от пришлых нам принесли. У нас были числа. У них там тоже было 10 шамотов, 10 цифиротов, и главный, кто из них был, который вот этими цифрами заведовал? Циферблат. А у нас были числа. Сейчас не об этом. Давайте мы не будем вот нырять сразу куда-то там. Итак, мы подошли к тому, что имея фундамент 10 человек, 10 копных мужей, мы выбираем десятского, который может уже занимать выборные должности. Вот теперь то, о чем говорили. Расписывай, какие критерии должен иметь десятский. Вот какие. по какому принципу? Мы сами должны решить. О, правильно. Поэтому какой принцип? Должен быть только кем? Выбор. Копным мужем. Все, один критерий. Десяцкий может быть только копным мужем. А как эти 9 человек решат, это их проблема. И уже вторые 10 копных мужей вот сюда не вмешиваются. И решили 100%? Только 100%. Прочитаем. Только 100%. То есть они его избирают и уже его с десятского снять никто не имеет права. И только эти. Если вдруг возбудили уголовное дело и он подвергается уголовному преследованию и нужно его снять с должности, то первыми решение принимают. Отдавать его или не отдавать? Кто? Вот эти они. Если они говорят не отдавать, значит, тогда выплачивают за него штрафы и говорят не отдадим. Понятно, да? Круговая поваруга. Дальше. Критерий. Ну вот все. То есть критерий один должен быть копным мужем. Все остальное на рассуд и на розмысл этих 9 человек. Вот как порешат, так и будет. Решалось в один день, то есть они залитывались только между собой и со структурами. Иногда сидели по несколько суток и когда... То есть только только недели человек. Не нужно он сам подпишет, а потом берут себя. И когда они могли выбрать, допустим, сутки не спят, вторые сутки не спят, женщины просто перестают носить воду и пищу и тогда они принимают решение. Кормить перестают. Либо голодают и принимают решение, либо что? Давай после десятка сутки. Так, дальше. Допустим, дальше мы выбрали десятки. Десяцки и выбирают соска. Да, еще один вопрос технологический. Как нам определить, что он десятский? Формальная сторона вопроса. Вот сейчас бюрократы любые скажут. Скажут, я пришел, я десятский. А тут говорят, без бумажки, да, ты козявка, да, а бумажка и человек. Есть бумажка или нет? Поэтому как вот определить, что он попный муж, понятно, ну, вроде как по паспорту по остальным, да, есть семья и прочее. А что он десятский? Что у него должно быть здесь? Пишем второй документ. Это может быть листочек бумажки, на котором эти десять человек по списку копные мужи расписались о том, что десятским вот в этой десятке выбран такой-то, такой-то, такой. Договор и доверенность от него. Ну, доверенность именно доручение на представление определенных интересов. Договор может быть устный, согласно цивильному нашу кодексу, и мы раньше так предки и почему-то, не было этих вещей раньше. Да неписанное право было копное, не писали ничего. Все в головах держали, ну, чтобы память была хорошая. А сейчас, раз памяти нет, вот у меня один начальник там знакомый, говорит, если ты, говорит, такой дурак, то бери записывай, так как это я делаю. Вот, видишь, у меня два блокнота. Так и тут. Взяли, какие там, скажем, если мы список составляем, значит, номер по порядку, дальше, призвище, имя, по батькаме, если мы здесь говорим, да, дальше, что, как идентифицировать, что он коктный муж, каким образом определить. Вот сами сейчас решаете. Либо паспортные данные вписывают, либо номер идентификационный, басурманский. Ну, наверное, паспорт лучше, да? И подпись. И все девять человек, все десять человек расписались. А в нем уже написано, что десятки кто. Выбран такой-то, такой-то, такой-то. Подумайте, вот бланк этот разработайте, бланковую форму. Это вот условно, как рабочий вам вариант, как проект. То есть нужно разработать? Нужно. Ключи микрофон, я ренчил. Поэтому вот этот вот бланк разработайте. Возьмите на себя, вот скажем, тягло такой, обязанность. Вот громадой. Может быть, кто-то там еще что-то... Можно его вообще в виде удостоверения как-то придумать, сделать. Подписи должны. в нем, чтобы подписи были и данные, и все. Может быть. А можно, скажем, даже так, я условно говорю. Вот маленькую сделали карточку, да, и фотографии всех девяти. И как визитницу положил в карман. От кого? Вот, пожалуйста, представляю вам морды лица, пожалуйста. То есть подумайте, как идентифицировать вот этого десятского. А как он быстро? Например, процесс же происходит постоянно, рождается, да, рождается. А вот, скажем так, на моем веку я десятский, а у меня под лицом еще наплодились. Ну и хорошо, что у десятского наплодились еще, а что в этом плохого? Они уходят в другие десятки, если он становится копным мужем. А с сыном речь идет? Нет. Еще один копный муж, а он уходит в другую десятку. Он начинает формировать другую десятку. Потом же, что эта десятка, скажем, она тоже может меняться. Уехал. Ну еще какая-то причина там. Я к тому, что надо ли получать снова переизбирать десятку? Обязательно. Значит, о сроках, чтобы было понятно. Сроков нет никаких. Выбрали, пока лют, он десятский. Как только Шкоду начал делать, сняли, выбрали и поставили в строй. То есть, право переизбрали? Это уже решают только они. Что, что? Нет. Нет. Значит, смотрите, на сроки, на какие выбираются? Решает все десятка. Некоторые и месяца десятскими не были, а некоторые по 20, по 30 лет были десятскими и сотскими. То есть, пока лют, человек работает. Как только община сказала нет, снимают и ставят другого. То есть, если мы только ограничиваем себя сроками, год, это уже проблема. Но это не жизнь. Вот нам сейчас навязали все эти вещи. То есть, говорю, мы от этих правил левых, которые у нас остались вот там за доской, должны уходить. Принцип такой, пока люк, он работает, не нравится, что-то там не понравилось. До свидания. Да. А женщине зачем? Она за мужчиной. Кто мужчиной крутит, направляет? Женщина. За каждым десятским стоит женщина. Теперь ответьте на вопрос, кто этим копным мужем управляет? Все просто очень. Ничего страшного, в соседнем доме есть. Поэтому община может быть два дома, три дома, четыре дома, может быть уличанская, может быть домовая, может быть уличанская, может быть окружная, может быть квартальная, районная, городская. Вот в зависимости от количества копных мужей не хватает в доме, не набрали десятского. Значит, она уличанская становится. И ничего страшного, если остальные ходят и не смотрят и не участвуют в этом деле. Это их проблема. Не хотят на себя брать обязанности? Ну не хотят, не заставляйте их. Собралось три человека, набрали, есть десятки, больше нет. Достаточно этого. Пока мы сейчас не начнем идти от человека к человеку, от подъезда к подъезду, от дома к дому, вот этот процесс не пойдет. Вот мы с вами сколько сидим уже разбираемся с этим вопросом. А это каждому человеку нужно донести. Теперь вопрос. По телевизору кто-то об этом скажет посредством массовой информации. Да никогда. местного уровня надо привлекать местное телевидение надо привлекать города. Там скажут. Можем быть. Вот поэтому мы возвращаемся, вопрос вот был, а что делать сейчас? Вот сейчас надо искать творческих ребят, молодых, задорных. Брать плакатную живопись 1914 года. Помните, там если кто-то видел, Антанта наступает, то же самое. Вот сейчас кто на Украину наступает? Что сейчас на Украине происходит? Интервенция. Самая обыкновенная интервенция. Только как? Каким образом? Подмена. Не пришли иностранные солдаты, потому что мы сразу поняли и включились бы сразу и мозги и все. Они это прекрасно понимают, что славян нельзя вот так трогать. А проще что сделать? Во Львове одну группировку создать, в Донецке другую группировку создать, расточить на размычку и манипулировать этими вещами. Поэтому самая натуральная интервенция. Поэтому руководит всем этим Запад. Ездит он, смотрите, эти послы. Один за один. Извините, можно вопрос? Да. Говоришь, что нас расточили на размычку, но я просто отступил немного оттенны, там, как бы, вопрос, материал, скажи, а по твоему мнению такого серьезного вторжения, например, интервенция, такое открытое не будет у нас на самом деле? Не будет, по одной простой причине, что до меня сразу дойдет, что это враг. Его надо бить. Вот на Майдан я не пойду, там братья мои. Понимаете, в чем беда? Там братья. Если я, скажем, слабому, то я пойду туда и начну стрелять в братья. А если у меня клэпка есть в голове, то я туда никогда не пойду. Ну что, опять Тихий Дон устроен? А вот если придут эти ребята, ну так откопаем, ничего страшного, разберемся. Тогда сразу все поймут. Внешняя агрессия против славян. Пожалуйста. Вот сейчас, почему они сейчас вот именно надо ввести? Как только введут войска НАТО, посмотрите, что здесь будет. И где будут эти войска НАТО? Это не Сирия, поверьте. Украина, вот, это не Сирия и не Египет. Такую обратку получат, что я не знаю, может быть, в первый же день сотня уйдет туда, в Лондон-Сити, и, мягко говоря, покрошат на капусту, там все организовывают. А си, я буду, скажите, то, что сейчас происходит в любой этой интервенции? Вот смотрите, я говорю, русичек, послушайте, 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 я говорю, русичек, от Тихого океана до Атлантического. Если я говорю, я принимаю установку большевиков, нам навязаны, тогда я говорю, вот Россия, вот Украина. Кто большевики по национальности, надо рассказывать? 903 год, вопрос коммунистической партии, должны ли евреи подчиняться партии или должна партия подчиняться евреям? Троцкий стоял на позиции, что коммунистическая партия должна подчиняться бунду еврейской организации. А Бланк-Ленин сказал, нет, евреи должны подчиняться партии. Партия по надусе. Но так стали большевики и меньшевики. Если я в мозгах разделяю вот эту интервенцию, и говорю, что эта интервенция потому, что эти, ну так я тогда большевик. Какая у меня тогда анальность? Национальность. Понимаете, вот как манипулируют? Ведь все очень просто. Наша-то задача, какая сейчас с вами решить с помощью, вот зачем мы это все делаем? Вот здесь можно сверху сразу написать конечную цель. Великое объединение славянских народов в единую державу. И все. И все забыли. А теперь ответьте, для чего это нужно сделать? Вот вы поторопились со своим вопросом? Цель какая? Вот сейчас вот я понимаю, что есть. Ответим на любые вопросы. Не в этом дело. Самый простой, какой вопрос? Вот ни один политик сейчас об этом не говорит. так понятно тебе? выход из банковского рабства. Но понять надо, ведь система-то элементарная. Нас контролируют, рабами сделают, за счет денег, которые ввели, за счет денежной системы. Мы пока это не поймем, что мы рабы. Кто печатает бумажки? Кто бумажки печатает? Вот это наш хозяин, наш суверен и наш господин. А вы говорите какой-то интервенции. Какая интервенция? Вот интервенция. В башках доллары у нас сидят. Вот это интервенция. Вот это похлеще любой интервенции. И работает. Не Яценюк, он же Бакай. Не Тегнебок, он же Фродман. И остальная там вся эта гвардия. Хоть кто-то сказал, что нужно заканчивать вот с этим банковским рабством? Ответьте на вопрос, почему до сих пор это не прозвучало? Потому что они... Потому что они все заинтересованы. Ну, сами отвечают на это. Вот это основная мысль, которую я до вас хотел донести. Если мы хотим прекратить и перестать быть рабами, мы должны объединиться. Мы подошли к главному вопросу. Зачем мы создаем вот эту систему и правила игры? Конечная цель объединить всех славян. Вот этот свод, о котором мы говорили, он состоялась, беседа на днях с президентом Хорватии. И сербы должны войти, и хорваты должны войти, все должны войти, и славяне. То, что сделали в Косово на наших глазах. Или не знаете, что там произошло? Это все прекрасно. А что сейчас с Украиной происходит? Второе Косово. Что не понять? Сейчас в Украине перелом сознания. Правильно. На что делают? На войнах люди выстрелы войны. Не для того, чтобы просто повоевать, или чтобы кому-то верить. А людям надоело жить. А в них. Вот это все. Вот нас будет. Поэтому, если мы с вами поймем простые вещи, для того, чтобы выйти из банковского рабства, для этого нужно объединиться, потому что экономическая модель только тогда начинает работать, когда больше 200 миллионов человек. Вот тогда работает. А теперь ответьте на вопрос. Если все славяне объединяются, при этом потенциале человеческом и тех ресурсах, которые есть, мы сами выжить сможем? Конечно. Ну, у кого сомнения есть по этому поводу? Либо давайте слушать большевиков. Это Россия, это Украина. Вы теперь поняли, для чего это делалось у большевиков? Россия от того, она тоже стоит сто разный пункт. 200 миллионов. Да Украина должна ее понудить, отказаться Россию от доллара. Вот мы здесь, и Майдан в том числе, они прекрасно это понимают. Вот поймите, Майдан это не то, что вам показывают по телевизору. На Майдане есть понимание, что их используют. Почему сейчас Майдан стоит и понуждает эту Верховную Раду к определенным действиям? Там тоже есть понимание, что надо объединяться после этого, да, выходить от этого, и тогда Украина сможет помочь России. Как им еще помочь? Выйти из того дерьма, в котором они находятся. Россия в день платит Соединенным Штатам больше миллиарда долларов. Даня, в день. Вы представляете, что за сумма? А что не набор? Это здравомыслие. Здравомыслие, здравомыслие. По перечисления денег. Что, что? По перечисления денег. По здравомыслию, по перечисления денег. Да, по перечисления денег. Поэтому на самом деле все очень просто. У нас сейчас есть уникальный шанс выстроить эту систему, создать вот, втянуть громадские общины и Украину вывести из банковского родства, и Россию, и Белоруссию. Вот отсюда должно пойти. Мы эту ересь жидовствующих допустили сюда при крещении, когда пошли деньги сюда навязали. Отсюда и очищаться нужно. Ну, все очень просто. Да. Ваши спектр снижали семена, коров, молодой, челок. Какие они ценности приведут? Ой, быстро разберутся. Вы знаете, вот я не знаю ни одного славянина, которого, скажем, поставили в угол, он и в углу найдет, что делать. И в углу найдет, что делать. Вот поверьте. Стоять не будет, Паша. И в носу ковыряться будет, что-то и колупать стенку начнет. Но что-то придумает. Вот сейчас решается вопрос. Вот я из леса приехал. То есть уехал человек в лес. Сидит на коленке, собирает активаторы воды. То есть они по себестоимости получаются такое, что в принципе там можно выйти на, с учетом там прибыли даже, неплохой, на 500 где-то гривен. Ну кто мешает обучить, скажем, там по громадам и все это распылить? Никто ж не мешает. Собрали людей, у кого клепка в голове есть, показали, вот даже схему, все дадут. Вот то-то-то-то-то-то. При той, скажем, безопасности, у нас же нет сейчас пищевой безопасности, понимаете, отвечать-то некому, нас же уничтожают. Но хотя бы нужно с воды начать. Как с воды начать в городах? Вопрос ко всем. Вот активаторы единственное условие, которое, скажем, в этих бутылях покупать непонятно что, там же не вода. Пригодная для питья. А брать воду с того же крана, слух же зачерпнул, в аппарат ее активировал, слил, получил нормальную воду. Хотя бы вот с этого. Пожалуйста, и разработки уже есть, и все уже есть. Дальше. Вышли на источники свободной энергии, так называемые. Вот работают, работают. Почему не дают? Ну, потому что, а как община, да? Стоит железяка, крутится, вырабатывает электроэнергию, потому что наша земля это конденсатор большой. Небеса, земля, все, да? Взяли оттуда энергию и берет. И распылили это по всем громадам. Провода режем, за электроэнергию не платим. Что делать? Как управлять этим народом? Почему сейчас эти технологии придерживают? Да придерживают до тех пор, пока мы вот это вот не создадим. Люди есть, уже все ждет. У нас в мозге беспорядок, в мозгах беспорядок. Вспоминайте собачье сердце. Разруха откуда начинается? Поэтому вы, славянов, не беспокойтесь. Придумайте. Ну а может быть, добывайте. Вас благодарю за внимание, за то, что вы держали. Я все равно уверен, вот как хотите, там называйте это оптимизмом, не оптимизмом, но я убежден, что это природные процессы, мы от этого никуда не уйдем. Вот точно так же, как сегодня у нас наступит ночь, точно так же наступит завтра утро. Поэтому я вас поздравляю с тем, что начинаем пробуждаться, что процессы эти пошли. И вам добра и счастья. Ура! Ура!